Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Около полутора месяцев назад я заметил странное поведение мужа, он могла его ничем объяснить, ничем связать, я искала причину в себе в том, что я делаю что-то не так. Поступительно надолялся, говорил, что в нём что-то сломалось и что он охладел. Буквально три дня назад он сказал мне, что хочет съездить на дачу в один, подумать о жизни и о том, что с нами происходит. Приехав обратно на мной, были сказаны слова, теперь все наладятся и я во всем разобрался. Три этих дня и правда были не такими, как месяц назад, были более спокойными. Но на это радостный нотик все и закончилось, когда я узнал причину его поведения. И так он менял себе телефон и старый никому не пользовался мне срочно по работе, понадобилась вторая трубка, конечно я решила посмотреть что есть в этом телефоне и обнаружила переписки с бывшей поездкой на такси к ней и от неё. Кстати, пару недель назад он нашел в друге, который видимо его покрывал. Романтические смс-ки, звонки. Она была разбита, да и сейчас разбита. Поговорили мы вчера об этом, он сознался, что виделся с ней. Что возни на нашей совместной машине, что между ними возник огонёк, но ничего в постели не было. Естественно, я не могу быть уверен, что он спал со мной, ездил в ней, говорил мне гадость, что жаловался на всех людей. Но естественно, свое оправдание он сказал, что целых 33 дня когда он был на ночь и думал о том, что он говорил, что это был не он, что я его попутал и так и т.д. И то, что он слой, но против не рушит наш брак. Такого больше не повторится никогда. И он готов заглаживать вину. Во-первых, здесь глобально проблема заключается в том, что вы как-то излишне, как мне кажется, зафиксируетесь на мужа, вот, излишне фиксируетесь на отношениях, может быть, с ним. Вот. И как будто бы для вас, вот, кроме семьи, да, кроме, вот, ну, собственно, отношений, да, кроме, вот, больше ничего нет. Больше ничего не важно, больше ничего не ценно. Вот. Мне не кажется, что это хорошая идея. То есть глобально у вас, на мой взгляд, есть проблема смысла жизни. Вот. Как мне кажется. Глобально. Проблема смысла жизни. Проблема того, что вы себя как-то, вот, цены не видите, не чувствуете. Ребята, цены. Это вы. Вот. И отсюда у вас, на мой взгляд, идет, ну, такое вот, знаете, как бы слияние, слияние с человеком. Да, то есть вы, как будто бы, вот, стремитесь с ним, слиться. Как будто бы. А другой человек, естественно, он, ну, будет от этого как-то отстраняться, он будет стараться, там, как-то этого избежать, потому что это не очень приятно. Вот. Ну, по крайней мере, так обычно бывает. Это не очень приятно. Вот. И, соответственно, в первую очередь я бы предложил вам поисследовать свою собственную жизнь. И если там только что-то с вами. И, как вы знаете, как вы понимаете сегодня, в своем эфете-чете моего о том, как вы вспомни. Вот, потому что, если нет, то тема бессмертности жизни. Тема того, как вы себя чувствуете сейчас. Ну, действительно актуально, и актуально, в общем, не случайно. То есть, чему удивляться, что вы себя так ощущаете, если, ну, например, единственная цель – это вот ваш муж, что вы вот прям тяготеете, например, к, ну, вот, к своему мужу. В том смысле, что зависите от него. Я это, ну, хочу, чтобы вы правильно меня понимали. Вот. Поэтому я думаю, что он… если… если и обращать на что-то, если говорить о проблематике, то можно сделать упор именно на это. на эти аспекты. Вы спрашиваете, правда ли, если сделал раз, сделался второй? Ну, нет, не правда. Честно бывает так, что человек сделает что-то, а, ну, как бы, понимает, осознаёт, что больше так не хочет. Вот. Это довольно распространённое явление. Но важно здесь, конечно, другое. Важно здесь то, что у вас в отношениях в целом есть ive, есть, есть проблемы. И важно то, что вы именно мужу, на мужа перекладываете ответственность за то, что происходит в отношениях. При этом у вас могут быть сложности с замечанием, и размещением своих эмоций, своих переживаний. То есть, вы можете воспитывать с этим трудности определённо. И конечно, вам в этом нужна помощь, чтобы разобраться с этим. Я думаю так. Я не думаю, что вы сможете это сделать. Оптимально было бы вместе с мужем. Это было бы хорошо, оптимально было бы вместе с мужем. Можно обратиться к психологу и провести такую терапию семей. Ну понятно, только если вы этого хотите, то не надо. Наверное, это был бы такой вот, наверное, самый оптимальный вариант, который, наверное, был бы любым, если я предложил разобраться вам в своих чувствах. Помочь вашему мужу разобраться в его чувствах и друг другу услышать. Что касается суицита, ну, мысли о суиците, если мы говорим об этом. Ну вот, в данном случае, то я бы сказал, что как таковая любовница, ну или вот эта вот просто женщина, не имеет прямого отношения к тому, что происходит с самым, поскольку, скорее всего, проблемы существуют, скажем так, отдельно. Существует вам проблематика. Вот. Ну и связана она, значит, с тем, что вы описываете. Вот. Вам, конечно, было бы, может быть, привычно. Понятно. Вам было бы, что называется, как-то вот понятно связаться. Вот. Ну, сегодня вот. А если вот смотреть как-то вот правде в глаза в голову, да, то вещи это разные. И мне бы очень хотелось, чтобы вы по возможности разграничивали это. Потому что ваш муж, он уже себя винит сейчас. И если вы хотите здоровых отношений, вот, то не самая лучшая идея называть его чувство вины. И дальше. Вот. Такой ответ. Надеюсь, это было полезно. Обращайтесь по помощи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Всего самого доброго. Спасибо.